Здравствуйте, с вами Павел Глазков. А вы знали, что дикие животные умеют оказывать медицинскую помощь? Видеоловушка зафиксировала, как кабаненку стало плохо. Мать почувствовала это, когда он еще пытался устоять на ногах. Не мешкая, она стала делать поросенку массаж в районе сердца своим железным пяточком. Малыш не подавал признаков жизни. А кабаниху поспешил сменить другой полосатик. И, о чудо, к поросенку вернулось сознание. Не теряя времени, он продолжил прием пищи. На пруду в парке Ивана Фомина пополнение у лысухи. В первые дни жизни ее птенцы имеют удивительную окраску. Их тело покрыто черным пухом. На шее контрастные желтые перья. А клюв и лысина на голове ярко-красного цвета. Малыши не слишком похожи на родителей, больше на грифов. Но, как и все птенцы, преданно за ними следуют и постоянно выпрашивают еду. Лысуху ошибочно считают уткой. А ведь это родственница журавля. Назвали ее так из-за характерной белой кожистой бляшки на лбу. В наши края лысухи прилетают из Западной Европы. Как правило, из Франции и Италии, чтобы здесь вывести потомство. Пары эти пернатые образуют на всю жизнь. Причем отец активно участвует в выращивании потомства. На днях мы с фотографом Егором Камелевым отправились в пригород Петербурга, в Невский лесопарк. Нашим объектом для макросъемки стала тля. Величина этого насекомого не превышает нескольких миллиметров. В природе тля встречается бархатно-черного, прозрачно-желтого или травянисто-зеленого цвета. Живут насекомые колониями. В России известно около тысячи их видов. Тля – строгая вегетарианка. Питается исключительно малокалорийным соком растений. Поэтому насекомым приходится прогонять через себя большое количество напитка. Избыток которого они выделяют через две трубочки на конце брюшка. Эту сладкую жидкость и приспособились пить муравьи. Тлю они доят, словно коров. Этот процесс нам удалось заснять. В природе между тлей и муравьями сложились партнерские отношения. Муравьи защищают колонию тли от хищников, а та своих охранников кормит питательной жидкостью, которая называется медвяная пать. Это один из примеров, как в дикой природе умеют договариваться между собой даже насекомые. Ну а я и дальше буду внимательно следить за лесными новостями. Любите и берегите природу. С вами был Павел Глазков. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова